Уважаемые председатели, ваше превосходительство, участники, депутаты. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов нашего заседания и за теплый прием в Армении. И также выразить то, что мы гордимся быть участниками этого заседания и частью этого движения. Все выступавшие очень серьезно выступали по поводу проблем Южного Кавказа, о тех переговорах, которые идут или должны проводиться. Хотелось бы подчеркнуть, насколько важна роль восточного партнерства в установлении мира в регионе и в проведении совместных дискуссий, обсуждения между Арменией и Азербайджаном по достижению мира, к чему, конечно, стремятся все страны региона, и это пойдет всем на пользу. Наши коллеги из Армении подняли целый ряд вопросов, которые получили свое отражение в документах, и которые соответствуют тому, что мы говорим в Азербайджане в соответствии с международным правом и международными признанными границами Азербайджана. Этот конфликт завершён, и теперь мы сталкиваемся с новой геополитической реальностью в регионе, которая поддерживается Европой и, как я надеюсь, всеми международными организациями, которые высказываются по этому вопросу, которые основаны на том, чтобы развивать партнёрство в регионе. И на основе международной платформы для того, чтобы принести мир этому региону. И мне хотелось бы обратиться к своим армянским коллегам, которые, к сожалению, пользовались не очень этичными выражениями в отношении нашего правительства. Но наш визит, наше посещение Армении, как господин Келминс упомянул, является очень хорошим знаком для того, чтобы устанавливать взаимоотношения наших стран. В том, что касается задержанных лиц, культурных, проблем культуры, культурного наследия в регионе, мне хочется отметить, что все военнопленные, все задержанные лица, они были возвращены в Армению после окончания войны. И сейчас мы ведём обсуждение в отношении тех, которые были захвачены после войны в соответствии с международными правилами и сроками. И мы не хотим говорить о четырёх тысячах азербайджанцев, чья судьба, конечно, печальна, которые были захвачены, которые были уничтожены во время Первой Карабахской войны. И это обсуждалось и с Евросоюзом, с участием Франции, в частности, и с участием правительства. Я хотела бы также подчеркнуть некоторые пункты, которые, мне кажется, очень важны, которые очень чётко передают наш ответ. И очень серьёзное сообщение, которое сделала Армения Азербайджан, является многонациональным, многоконфессиональным государством. И люди разных религий и языков живут бок о бок в течение столетий без дискриминации в условиях толерантности. И это создаёт наилучшие гарантии для реинтеграции этнических меньшинств армянских в Азербайджан. Азербайджан разморозил все взаимоотношения между нашими странами, которые принесут мир и безопасность не только нашим регионам, но которые принесут благосостояние, экономическое развитие регионам и в то же время создастся основу взаимоотношений между Западом и Востоком. Конечно, в 21 веке возникают новые вызовы для всех наших стран. И, конечно, мы понимаем, насколько они могут быть уязвимы, насколько чувствительны многие проблемы. Как нам жить вместе, как нам сотрудничать и так далее. Нам всем требуется взаимное уважение, сотрудничество между народами и странами. На Южном Кавказе мы должны стать образцом сотрудничества. И то, что мы предлагаем всему миру, это безопасность, развитие нашего региона. Мы предлагаем проекты, которые имеют большое экономическое значение. И поскольку конфликт закончен, Азербайджан заявил о готовности привести демаркацию границ с Арменией. И я очень рад отметить целый ряд позитивных шагов со стороны Армении и тех сигналов, которые нам были посланы по началу демаркации границ. И минская группа, в том числе, должна послужить на благо региона по установлению мира в регионе. Для того, чтобы способствовать началу создания соглашения между нашими государствами по установлению мира. И мы надеемся, что переговоры, которые должны проходить по размораживанию конфликтов, должны принести благосостояние и процветание всему региону. Азербайджан демонстрирует ясное намерение и позицию по тому, чтобы положить конец всем конфликтам в регионе. Конечно, возникает целый ряд озабоченностей, которые были высказаны нашими армянскими коллегами. В частности, в том, что касается культурного наследия. Проблемы, которые существовали годы. Мы приглашаем международное сообщество принять участие в решении этих проблем. И для того, чтобы все региозные культурные памятники были бы сохранены, реставрированы и были в рамках нашего сотрудничества. И мы считаем, что международное сообщество должно способствовать тому, чтобы мы уважали много культурность, много религиозность региона, чтобы сохранять вот эти черты. И я надеюсь на лучшее. Благодарю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!